Отдыхающие в селе Молочном Сакского района о страшилках украинских журналистов в отношении Крыма, похоже, ничего не слышали. Контигент курортников здесь стабильный. Приезжают в основном те же люди, что и в прошлом году. Елена Закомалдина из Симферополя говорит, что и россиян, и белорусов, и украинцев в этом году очень много. На субботу и воскресенье приезжало очень много людей. Сейчас временно трудности такие, поэтому людей не так и много. В основном из России и из Белоруссии приезжают. С Украины все меньше и меньше, но есть украинцы. Практикуется и организованный отдых. Со дня на день в село Молочное приедет целая делегация маленьких туристов с материковой России. Сотрудники этого пляжа заканчивают последние приготовления. 18 числа приезжает 400 детей с воспитателями с Хабаровска. И будут здесь отдыхать до середины августа где-то примерно. Как вообще люди ходят на пляж? Есть? Очень много. А это уже пляж поселки Новофедоровка. Здесь с количеством отдыхающих никогда проблем не было. Местные жители говорят, что главный тренд этого года прост. Вместо украинцев сюда поехало больше крымчан и туристов из других регионов России. Андрей яркий тому пример. По его мнению, отдых на Байкале в сравнении с крымским даже не идет. Вообще классно. Приехал из Бурятии, получается, из города Лунде. Ну, получается, там где-то возле Байкала. Ну, Байкал, конечно, не то. Тут море, солнце, пляж. Вообще все отлично. Западный берег с каждым годом становится все более популярным местом для курортников. Специалисты верят, что отдыхающих будет еще больше, если на пляжах туристов обеспечат соответствующими условиями. Например, даже обычные самые необходимые объекты, вроде раздевалок и спасательного пункта, в рамках нашей поездки мы обнаружили только в Новофедоровке. Впрочем, эту проблему пообещали решить. У нас есть две организации, которые этим занимаются. Первая – это Республиканское управление противооползневое, на обслуживании которого находятся все наши буны и оборудование пляжей. И, собственно, местные органы власти, которые несут за это ответственность. Поэтому мы постоянно однозначно реагируем, положительно однозначно реагируем на обращение всех граждан по этому вопросу. И, соответственно, координируем эту работу. Также профильная министра рассказала, в связи с теми историческими условиями, которые переживает Крым, сезон на самом деле проходит на достойном уровне. А если верить статистике, то в текущем году полуостров уже посетили более одного миллиона туристов. Артем Артеменко, Вячеслав Беднагин. Время новостей.